В начале я хотел бы сказать, что я всегда с удовольствием приезжаю в Воронеж. Я вспоминаю самыми лучшими, так сказать, мыслями. В период, когда я здесь трудился, я всегда хотел бы вернуться сюда, вернулся в качестве тренера, но другой команды. Но что касается игры, она примерно была одинаково, очень важна с точки зрения результата. Поэтому я в высшей степени благодарен игрокам. Первый тайм нам не совсем удался, но во втором проявили характер и сумели, так сказать, выжать. Момент голевой. Полагаю, что факел тоже выберется из этого подвала. Снизу турнирной таблицы я переживаю за эту команду. Ну, а игра, как таковой игры, конечно, сказать сложно, что были какие-то, скажем так, комбинации. Но, если, допустим, что касается Химок, здесь понятно, мы тренируемся, играем на искусственном поле, а здесь натуральный газон, и он несколько мягковат. Поэтому, возможно, первый тайм не совсем нам удался. Не сумели, наверное, приспособиться. Ну, второй уже более-менее. Но те, кто могли развернуть ход игры именно в силу своих индивидуальных игрок, они подустали. Я сейчас без фамилий. Мы там, так скажем, внутри команды разберем, что и как не получилось. Но, в целом, повторюсь, я, конечно, очень благодарен команде за характер. Здесь вот победил тот, кто сумел, так скажем, в лучшее, именно за счет морально-валевых качеств, что ли, переломить хоть игры. Ну, хороший эпизод создали, хорошая передача, хорошо на нее откликнулись. Ну, а так, в принципе, что-то такого изысканного я не увидел, конечно. Ни со стороны одной, ни со стороны другой команды. Вот была игра такая за 6 очков, надо полагать. И вот именно игра характера. Вот так я бы сказал. Пожалуйста, вопросы. Сэрис Крич, такой общий немножко вопрос. Закончился первый групп все-таки для человека с таким колоссальным тренерским опытом, как у вас. Вот, условно говоря, сравнить, если в целом, ну так, предварительно, уровень фен-ряд, скажем, 5-6 года и нынешний, в какую-то сторону он меняется. То есть, если меняется, то как? Меняется, и, к сожалению, в сторону снижения среднего уровня дивизиона. Да, есть сильные команды, так там, Енисей, Крылья, Оренбург я бы сюда отнес. Но средний уровень, вот, команд ФНЛ, он стал ниже. Он стал ниже. Нет ярких игроков, нет таких вот команд, которые бы, вот, чувствовалась у них перспектива, чувствовался потенциал. То есть, вот, разделение на сильных. Да, в этом году нет таких откровенных аутсайдеров, как это было, вот, в прошлом, допустим, сезоне. Но это мое мнение, что уровень, к сожалению, первого дивизиона падает. Но я это объясняю уж большим разрывом в условиях, которые есть в премьер-лиге. И в первом дивизионе, если за счет игроков, ну, допустим, опытных, возрастных, которые уже где-то были так, ну, скажем, не востребованы в основном составе в премьер-линии, они усиливали команды первого дивизиона. Сейчас таких игроков, по сути дела, нет. Только в тех командах, которые вылетели, как Крылья, допустим, тот же Оренбург. А команды, которые несколько лет уже играют в первом дивизионе, они не отличаются вот таким уровнем, который был, вот так вы говорите, в пятом-шестом году. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что уровень падает в первом дивизионе. Не знаю, вы согласитесь, но мне сдается, что это не тот уже. Не тот первый дивизион. Ну, вы сами видите, команды выходят чуть ли не на три четверти, состав меняют. И то там дежурят. Но это еще можно объяснить тем, что перешли на осень-весна, и очень маленький период подготовки к новому сезону у команд, которые выходят в премьер-либу. Надо и просмотреть, и подготовить, и наиграть состав. То есть, есть, конечно, объективные причины, но в целом уровень не тот. Почему? У вас не было установки, ну, быстрый гол забить? Потому что в этом сезоне, когда кинки первыми забивали, не проиграли. Если вы мне еще расскажете, как это сделать, то... Конечно, хочется забить первыми, забить быстрыми, хочется, но... А кто не хочет? И факел, наверное, это хотел, и игроки факела, и Хима. Конечно, хочется. В этом сезоне вы по статистике просто и в первом сборе вы не проигрывали. В предповедании ничьей. Я такой статистики не веду, но, наверное, вы правы. Экспресс-комментарий просто. Футбол иногда бывает нелогичным. Вот сегодня та ситуация, когда... Когда один удар, полмомента удар в наши ворота, мы пропускаем мяч, проигрываем игру. Те моменты, которые у нас были, все просто... Не реализовывать такие моменты. Трудно выиграть, конечно, рассчитывать на победу, все. Те моменты, которые были, надо забивать. Ребята старались, хотели, хотели, все. Но есть объективные моменты. Это уровень игроков, класс игроков, скажем так. Класс игроков. Мы в каждой игре практически создаем моменты, не реализовываем их. И одна единственная ошибка там в том или ином матче приводит к плачевному результату по итогам того, что мы сыграли первый круг. А те моменты, которые у нас были, Шарифи, чистейший выход в первом тайме, на первых минутах обязан был забивать момент. Момент Чкапелли во втором тайме. Штанга перед Ладина. Я просто делаю, как Хайманов не мог не забить этот мяч. Когда в площади ворот в трех метрах, когда вратаря попасть головой. С этого результата строго играла команда Химки в обороне. Уповали они на, понятно, что имеют габаритных нападающих. Стандарты. Собственно, гол-то пришел с ничего. С ничего вынесли мяч, все, закрой здесь зону. Не закрыли зону. И там между двумя центральными оказался нападающий, который после шикарной передачи с фланга завершил атаку. Все. Короткий комментарий. Павел Петербург, каковы общие итоги первого круга сегодня закончилась? С точки зрения места в турнирной таблице, хуже некуда. Но если команда закончила первый круг на последнем месте. Если брать, опять же, с турнирной точки зрения, при той плотности, которая есть, все поправимо. Круг играть еще, все поправимо. Все поправимо. С учетом того, что было, ну я оскомило, наверное, уже набил своими высказами, что у нас новая команда. Новая команда. И, скажем так, опыта маловато у ребят. Поэтому желание есть, стремление есть. Набраться нужно всем терпения. Всем терпения. Я прекрасно понимаю, что и болельщики не удовлетворены, и вы представители средств массовой информации. Но, откровенно говоря, те комментарии, которые были перед чемпионатом, все в один голос, специалисты говорили, что с учетом той ротации, которая произошла в факеле, с учетом того, какие игроки пришли по комплектованию команды, все предсказывали нам, что мы вообще можем вообще очков не набрать, да? Но, тем не менее, команда старается, играет в силу своих возможностей на сегодняшний день. Никто не собирается сдаваться на милость победителям. Будем стараться, будем делать все, чтобы исправить турнирную ситуацию. В данной ситуации больше мне сказать нечего, по одной простой причине. Потому что до оставшейся игры в этой части, опять оставшейся, стараться исправить ситуацию, опять же, при той плотности, которая есть, три очка разницы, это не такая большая, небольшая разница, да? Пытаться исправить все. И если удастся нам открыть трансферное окно, то, естественно, что точечно нужно усиливаться. Это понятно, как день, потому что многие ребята, получив аванс определенный, придя из команды второго дивизиона, аванс определенный, пока они на сегодняшний день не все оправдывают. Поэтому, естественно, что нужно точечно усиливаться. Все будет от этого зависеть. Есть еще вопросы? Павел Танцович, а зацепиться за кубок ФНЛ? Нет, мы уже ни за что не зацепимся, по одной простой причине. Нет, сейчас не зацепить, если бы мы в случае победы могли бы зацепиться за кубок ФНЛ? Это царян, расслабиться? Участвовать в кубке ФНЛ? Да, да, да. Ну, при определенном раскладе я не все результаты знаю. Но сослагательное наклонение здесь неуместно. Уже понятно, что мы не участвуем, уже не участвуем в кубке. Вдвойне это обидно, что обладатель кубка не будет участвовать в этом турнире. Но реалия жизни на сегодня таковы. Есть регламент, есть положение этого кубка. Будем готовиться к чемпионату. Это более важно. Все-таки весь первый круг, руководство клуба за башей широкой спиной находится. И никаких комментариев по тому, что и как будет, нет. Только вы мужественно представляете клуб в своем лице. Какой-то разговор, какая-то встреча в ближайшее время запланирована, чтобы прояснить ситуацию, чтобы, ну, и, скажем так, болельщикам озвучить, какие перспективы. Потому что эта тишина, она, ну, скажем так, несколько настораживает. Ну, это вопрос, наверное, я могу отвечать только за команду, за подготовку, за результаты. А этот вопрос, наверное, надо адресовать руководству клуба. Я то, что от меня зависит, и то, что я пытаюсь еще сделать для того, чтобы команда сохранила. Сейчас, естественно, речь идет только о том, чтобы сохранить. Я уверен, что мы сохраним, сохраним прописку. Сохраним. Я уверен в этом. Как бы ни складывалась ситуация, никто не собирается. Я, тем более, не собираюсь. Я все сделаю для того, чтобы команда сохранила прописку. Все остальное организационное моменты. Это руководство клуба. Спасибо. Павел Путиневич, сегодня потеря оспенка сильно скала на действиях обороны? Ну, кардинально нет. Кардинально нет. Вы видели, что объективно у Химок не было таких и даже и близко каких-то моментов. Моментов не было. Одна единственная, хорошая передача фланговая и мастерство форварда все решили в судьбу матча. А так, были ошибки в обороне. При выходе из обороны много ошибок было в центральной части поля, обрезав от двух наших центральных полузащитников. Много-много нюансов, много работы, очень много работы. Она двигается, но хотелось бы, чтобы немножко более осмысленное действие Дурина Павловича. Но это, опять же, зависит от уровня игроков, от того, как они воспринимают те задания, которые даются. Все на теоретических занятиях, всем все понятно. На теории, когда перед матчем установка, конкретное задание, всем все понятно. Но не всегда это получается на футбольном поле, к великому сожалению. А почему Сердюк раньше появился на поле? Потому что на Мичуринка второй матч откровенно не попадает. Ну, откровенно говоря, и Сердюк не блещет, скажем так. Да, Мичуринка, ну, последние игры, допустим, две последние игры не так, не так остро играл, как до этого. Да, до этого он и создавал, и забивал, и я надеялся на то, что продолжится это. Ну, молодой парень, это свойственно, я уже как-то говорил об этом, что молодость – это нестабильность. Это нестабильность, все, и поэтому, ну, Сердюк, практически он участнивал во всех играх, да, за 19 игр, два мяча для форварда – это крайне низкий коэффициент. Надеялся на то, что, почему, допустим, Чкапелеву здесь поставил как второго форварда в подтяжку, потому что у них и сильное качество. Скорость стартовая, взрывная скорость и дриблин. На это надеялся, с учетом того, что в обороне у Ахимок два мощных центральных защитника, Шумских и Лесенков, и надеялся на то, что Ника здесь за счет своего дриблинга, за счет скоростных качеств, будет иметь преимущество со второй позиции, немножко из глубины. И, собственно, так было, и в первом тайме у него были. Во втором тайме он просто должен был реализовывать этот момент, когда убежал, обыграл, там все, пробил вратарь, отбил. Да, на это и расчет был. А вот тот эпизод голевой, вот, после забитого мяча, у вас какое-то недопонимание, Семенов был, в чем это заключалось? Понятное дело, ваши претензии, что он должен был дать подать? Да, претензия простая. Семенов открыл зону, он должен был закрыть ее зону, он левый защитник. Мы вынесли мяч, ему не надо было сюда в центр поля бежать, в среднюю часть поля бежать. Нужно просто было остаться на месте, и тогда с этой зоны не пошла бы передача. А так беспрепятственно пошла отсюда передача, хорошая нацеленная передача, и неправильная позиция двух наших центральных защитников. Привела к взятию ворот. Практически один удар ворота – это двух, а то, что мы не реализовали.